Эта осень не очень тепло встретила одесских театралов. Закрылся зеленый театр, приехал театр на чайный. Но одесских любителей театра ждет и приятная новость. Открылось первое театральное пространство. И будет оно располагаться здесь, на военном спуске 18. Идея создать не просто очередной театр, а место встречи для всех творческих личностей города, возникла в процессе работы. Делится автор проекта Юлия Юль. И теперь в подвалах дома Чижевича появится отдельная театральная вселенная. Со своей собственной атмосферой. Театральное пространство – это такое очень всеобъемлющее, которое включает и театральные постановки, и творческие встречи, и встречи с разными интересными людьми, и возможности для реализации другим творческим людям. Создатели театра уже составили афишу на месяц вперед. Почва оказалась благодатной. В театральном пространстве будут и лекции, и перформансы, и выступления. А вот то, что начнут с греков, знали с самого начала. Мы открываемся 30 октября, 1 ноября, премьера «Эфигения Апофеоз», режиссера Дмитрия Костюминского. Затем сразу же у нас на 4 числа творческая встреча с Алексеем Ретинским, который написал музыку к «Эфигении». Затем у нас уже 10-15 лекции у Текильтера об искусстве перформанса, о перформативном искусстве, это одно из театральных направлений. Подвальное помещение авторы проекта выкупили, помня о сложностях с арендой, с которой столкнулись их коллеги по театру на Чайной. Соседи в то, что рядом создадут эпицентр культурной жизни, верили мало. Да и сами организаторы после 4 лет работы еще не осознают, что все получилось. Слишком много труда стоила идея. Тут все разваливалось, гнило находилось. Мы проводили первоочередные противоаварийные работы. И вы знаете, как относятся у нас к памятникам архитектуры. И я желаю каждому памятнику архитектуры вот такого отношения, с каким мы относимся. Потому что мы ни одного гвоздя не сделали. У нас все конструкции, которые стоят, это все отдельно стоящие конструкции. Помещение само по себе сложное, признается Юлия Юн. Но еще тяжелее было найти специалистов, которые взялись бы его восстанавливать. А теперь это несколько залов с потолками до 5 метров. Здесь смогут поместиться более сотни зрителей. Мы хотим стать таким местом души, местом уюта, местом знания, местом, где можно прийти, выпить кофе, можно прийти почитать газету, а можно прийти посмотреть спектакль, а можно прийти с кем-то пообщаться, а можно прийти дальше, обсудить увиденное и задать вопросы. Организаторы на театральных представлениях не остановятся. Планируют сделать и кружки для обсуждения, и лекционный клуб. Это необходимо, ведь показывать обещают не просто интересное, а и сложное. То, что не оставит зрителя равнодушным. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер.